В Кирове 11.06, это программа «Мужской понедельник». Добрый день, вас приветствует Николай Голиков и Владимир Сметанин. Ну, сегодня у нас программа оправдывает свое название, сегодня в гостях у нас исключительно мужчины будут. Настоящие мужчины, я бы подчеркнул. Да, настоящие мужчины. Во втором части пару слов скажу. Мы будем говорить о том, что у молодежного парламента нашего региона, насколько я понимаю, есть проект, просветительский проект, рассказывать школьникам об их правах. Вещь, по-моему, нужна. Скажем так, рассказывать школьникам о правах человека, потому что нет отдельных прав школьника, у нас, по-моему, у всех людей нет права. Ну, помните, 12 декабря мы в День Конституции тут зачитывали как раз наш основной документ законодательный. Вот что-то подобное у них там будет. Я думаю, что с конкретными примерами, с конкретными ситуациями, потому что школьникам надо максимально конкретно что-то давать, чтобы они в любой непонятной ситуации действовали по определенному алгоритму, и все у них было хорошо. Ну, надо сказать, что мы сегодня работаем без рекламы, без рекламных роликов. Связано это с ситуацией, с трагедией, вернее, на Кузбассе. 56 погибших, по последним данным, десятки человек до сих пор не найдены, в том числе много детей. Ну, понятное дело, увы, с каждой минутой, с каждой секундой, собственно, шансы найти живыми там людей сокращаются. Ну, так или иначе, приносим соболезнования родственникам погибших. И вот СМИ сообщают о том, что в ближайшие часы, то есть сегодня, может быть принято решение о общенациональном трауре в нашей стране. Итак, представляем наших гостей и мужчин. Сегодня у нас представители Управления Министерства внутренних дел по нашему региону. Во-первых, Владимир Шиндориков, начальник управления по вопросам миграции УМВД России по Кировской области. Владимир Александрович, добрый день. Добрый день. Добрый день. Роман Шипецов, начальник информационного центра управления Министерства внутренних дел России по Кировской области. Роман Борисович, добрый день. Здравствуйте. Да, и Юрий Чуркин, начальник межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД Управления Министерства внутренних дел России по Кировской области. Юрий Леонидович, добрый день. Ну и спасибо большое руководителю пресс-службы управления МВД по нашему региону Сергею Павловичу Баранцеву. Он стал инициатором этого эфира, этой программы. И собрал трех товарищей полковников у нас в студии. И мы сегодня будем говорить в очередной раз, информировать наших слушателей о получении госуслуг по линии Министерства внутренних дел. В электронном виде. Не являясь лично куда-то на прием, а вот из дома или с рабочего места, или с переносного какого-то гаджета оформления каких-то услуг. Ну что, с кого начнем? Может быть, с общих вопросов. С Романа Борисовича. Роман Борисович. Добрый день. Да, и, кстати, напоминаю номер нашего телефона 211-101. Если у вас, наши слушатели, возникнут какие-то вопросы дополнительные, можете звонить. Ну, в предварительном разговоре, тут до начала программы, вы перечислили те, собственно, направления, те услуги, за которые вы именно отвечаете. Пожалуйста, перечислите их и конкретики уже перейдем. Значит, информационный центр МВД России по Кировской области оказывает два вида услуг для граждан. Это выдача справок о наличии и отсутствии судимости или фактов уголовного преследования. И второй вид справок – это справки о том, является ли лицо подвергнуто административному наказанию за потребление наркотических средств, либо психотропных веществ без назначения врача или иных новых психоактивных веществ. Это что значит? Так, вот сейчас, со вторым пунктом, давайте поподробнее, я не очень понял. Значит, с 2017 года введена такая госуслуга по выдаче справок не является лицо подвергнутым административному наказанию за потребление наркотических средств и психотропных веществ в связи с тем, что законодательством Российской Федерации установлено ряд ограничений для профессиональной деятельности, куда на работу не могут быть приняты лица, которые подвергались административному преследованию. Если у человека было административное дело, связанное с употреблением наркотических или психотропных веществ, ему нужно на какую-то работу устроиться, а там есть ограничения, то ему нужна справка, да? То есть было у него или не было? Но я думаю, что правоохранительные органы – это как раз то самое ведомство, куда требуется данная справка, да? Наверняка. В частности, вот такие ограничительные нормы у нас содержат воздушный кодекс, кодекс торгового мореплавания, напрямую есть указания в Федеральном законе о транспортной безопасности и Федеральном законе о железнодорожном транспорте. То есть в этих сферах не должны работать люди, которые употребляют наркотические средства, либо психотропные вещества, либо ранее привлекались. Как, собственно, эта справка оформляется? Значит, немного начнем со статистики. В связи с тем, что эта справка выдавалась только пока 2017 год, за прошедшийся 2017 год обратилось за получением данной справки порядка 1700 граждан. По всей области, да? По всей, да, Кировской области. В основном это сотрудники транспортных компаний. В транспортных компаниях, если требуется, да. В том числе, железнодорожники? Да, в первую очередь, это железнодорожно-автомобильного транспорта. Там, где предусмотрены ограничения. Эта справка берется один раз, оформляется, либо с какой-то периодичностью ее нужно все-таки подтверждать или как-то? Предоставление данной справки предусмотрено Трудовым кодексом Российской Федерации, статья 65-я. Она входит в обязательный пакет документов. Опять же, повторяюсь, если законодателям установлены ограничения для той или иной профессиональной деятельности. То есть при устройстве на работу? При устройстве на работу. И выдаем мы информацию, которая актуальна, то есть административное наказание действует в течение года, по истечении года. С положением в связи с... Согласно того же самого закона, видимо, да? Согласно кодексу административных правонарушений, статья 4.6, значит, истекает срок, по которому данная информация предоставляется. То есть административное правонарушение, как бы считается актуальным в течение года, со дня вынесения постановления об административном наказании. Я правильно ли понял, что если человек попадал под такую статью административную, скажем, в 2011 году, а справку запросил в 2018, то он уже будет чист, да? Да, такая информация не указывается. Не указывается тогда уже, тогда понятно. Поясните, пожалуйста, по процедуре, собственно, подачи заявления на эту справку. Значит, подать заявление по данной справке можно через многофункциональные центры мои документы, либо через федеральную государственную информационную систему, единый портал государственных и муниципальных услуг. Которые госуслуги в просторечии называются. В просторечии называется госуслуги. Ну и сайт, соответственно, госуслуги.ру. Надо сказать, что порядка 20% обратившихся граждан предпочитают именно использовать сервис портала госуслуги, потому что это оперативно, быстро, и, кроме того, можно получить готовую справку на личный кабинет заявителя. Справка содержит электронно-цифровую подпись. Значит, также можно пройти процедуру идентификации подписи, используя сервисы портала. И эту справку можно переслать посредством сервиса электронной почты по месту, значит, запроса предприятия. Собственно, где его требуют. То есть здесь вообще никакого такого личного участия, кроме вот работы через гаджет, условно говоря, или через компьютер, то есть никуда лично идти не надо? То есть человек может получить уже справку, совершенно пригодную к употреблению, отправить ее сразу же, да? Да, абсолютно верно. Та категория граждан, которые предпочитают обращаться через многофункциональные центры, они получают справку в традиционном бумажном экземпляре с синей печатью, забирают и предъявляют ее. А долго ли, профессор, до оформления? Срок исполнения услуги до месяца, но в связи с тем, что в настоящий момент между ОМВД России по Кировской области и многофункциональными центрами используются безбумажные технологии передачи данных, система межведомственного электронного взаимодействия, что позволяет принятые заявления фактически пускать в работу на следующий день, они поступают из многофункциональных центров ОМВД, и в связи с этим сроки оказания государственных услуг сокращены фактически в два раза, до 14 суток. До двух недель, условно говоря. Порядка в течение двух недель можно уже получить. То есть у тебя бумага нужна. А те граждане, которые предпочитают использовать сервисы портала, там даже срок сокращается иной раз и до 10 суток. Вы сказали, каждый пятый, да, 20% касательно этой справки об отсутствии? В электронном виде, да? Да, в электронном виде. Но аналогично статистике и по другому виду услуг, более широкому, это предоставление справок о наличии, отсутствии судимости. Ну, в целом количество обратившихся граждан за год составляет порядка 45 тысяч. 45 тысяч. Ну, напомним, что эта справка нужна, ну, в частности, если человек устраивается на работу, и работа связана с детьми, да? Да, связана с образовательной деятельностью в области основного дополнительного образования, связана с здравоохранением. Школы, детские сады. Ну, там дома детского творчества везде, где связаны. Дома детского творчества, загородные, лагеря летом и так далее. Идет обучение, воспитание несовершеннолетних. А там, извините, вот вы еще в начале, когда говорили, полное название справки, там не только о отсутствии судимости, либо наличии, но и о уголовном преследовании. То есть, если... Да. Это что имеется в виду? Лицо считается судимым, когда вступил... Приговор в силу, да? Приговор в силу, и судимость действует до снятия судимости. Если досрочно судом принято решение о снятии судимости по ходатайству гражданина, либо по ходатайству общественной организации. Либо по истечению сроков погашения судимости, которые определяются положениями Уголовного кодекса. А также справка о наличии, отсутствии судимости содержит информацию, если лицо привлекалось к уголовной ответственности. Но уголовное преследование было прекращено либо на этапе предварительного расследования, либо в ходе судебного рассмотрения по нереабилитирующим основаниям. Только если лицо получило право на реабилитацию, то, соответственно, такая информация об уголовном преследовании, она из баз данных информационного центра уничтожается. Удаляется. Удаляется. Тут по процедуре получения этой справки похоже? Процедура получения справки о наличии и отсутствии судимости абсолютно идентична. Значит, можно обратиться в многофункциональный центр «Мои документы», обратиться через личный кабинет на портале «Госуслуги», либо можно обратиться в территориальный орган по месту пребывания регистрации, либо непосредственно в информационный центр по адресу город Киров, улица Ленина, 96. Время приема граждан по рабочим дням с понедельника, по пятницу с 8 до 17. Но хочу отметить, что такие граждане уже сейчас, на сегодняшний момент, кто желает лично прийти в территориальный орган, либо в управление внутренних дел, составляет совсем незначительное количество. Меньше половины. Менее 2%. Менее 2%. То есть, остальное все-таки в электронном виде предпочитают получать это все. Да, тем более граждане, которые получают справки в электронном виде, как я сказал, уже из них 50 заказывают на личный кабинет и получают справки, уже содержащие электронную цифровую подпись. То есть, вообще бумажная не нужна? Да. 50% тех, кто обращается? Уже 50% тех, кто через портал, в этом году такая тенденция просматривается. То есть, на самом деле, электронный получается документооборот, потому что раньше было иногда забавно, получаешь в электронном виде, а потом распечатываешь, печать идешь, ставишь. В некоторых организациях еще по-прежнему требуют справку на бумажном носителе, тогда гражданин может готовую справку получить либо в информационном центре, либо в многофункциональном центре «Мои документы». При подаче заявления он обозначает место, где он хочет, где он желает получить справку. Так просто распечатать нельзя все-таки? Там печать должна стоять? Почему? Ведомственная. Или можно распечатать, Владимир Александрович? Если гражданин получает справку на бумажном носителе, то документ заверяется ведомственной печатью. Если гражданин получает справку в электронном виде, документ заверяется электронно-цифровой подписью. Подлинность данной подписи можно проверить прямо на портале госуслуги. Имеются специальные сервисы для процедуры. Спасибо. Но я думаю, что после небольшой паузы слово возьмут коллеги Романа Борисовича. Давайте небольшую паузу сделаем. В «Мужском понедельнике», напомню, мы ведем разговор, ведем беседу с тремя полковниками. Напоминаем, кто у нас гостя. Геориков у нас в гостях. Начальник управления по опросам миграции ОМВД России по Кировской области. Когда-то это называлось Федеральная миграционная служба. Да, прошло это время. Ну, не знаю, хорошо это или плохо, но так вот сейчас называется. Главное, что функции-то остались те же. Роман Шипецов, начальник информационного центра ОМВД России по Кировской области, который, так сказать, первые 15 минут держал удар на себе. И Юрий Чуркин, начальник межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела МРЭО, как его еще называют, да, чтобы, короче, было отдел ГИБДД ОМВД России по Кировской области. Вот, Юрий Анатольевич, мы сейчас на вас набросимся. Да, собственно, по той же схеме, сколько по линии ГИБДД, по линии МРЭО госуслуг предоставляется? Ну, во-первых, хотел бы сразу сказать, что я так думаю, что большинство радиослушателей является автолюбителями, и наши услуги, государственные услуги, которые оказываются сотрудниками ГИБДД, все-таки более известны радиослушателям. Самые, начнем с того, известные две государственные услуги, которые оказываются в том числе и в электронном виде, это услуга по регистрации автотранспортных средств и прицепов к ним, и услуга по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений. Вот об этих двух услугах я бы хотел поговорить поподробнее, потому что они интересуют большинство граждан и нашего города, и нашей области. Я читал недавний отчет с региональным управлением ГИБДД, регистрация, выдача собственного средства регистрации, это самое популярное, что сейчас у водителей, у кировских, или я ошибаюсь? Нет, я имею в виду в общем и целом, не только в электронном виде, но вообще. В общем и целом, регистрация транспорта, конечно, занимает больший объем работы в нашей деятельности, но учитывая то, что сейчас идет массовая замена водительских удостоверений, началась массовая замена, которую 10 лет назад практически производили повсеместно, то очень много граждан сейчас обращаются с вопросами по замене водительского удостоверения. И здесь мне хотелось бы сразу радиослушателям напомнить, что совсем недавно в средствах массовой информации прошла информация о том, что планируют якобы при замене водительского удостоверения по окончании срока его действия ввести повторно пересдачу правил дорожного движения. Еще раз всем говорю, что это не так, это не планируется, пересдачи в данном случае не будет, и мы меняем всем обращающимся гражданам к нам водительское удостоверение планово, поэтому не нужно никакого ажиотажа вокруг этой темы создавать, не нужно спешить. Если у вас водительское удостоверение действует, грубо говоря, до декабря 2018 года, то я считаю, что раньше, чем за месяц до этой даты, нет необходимости к нам бежать и экстренно менять удостоверение. Я читал материалы в этих СМИ, в очень многих городах это возникло, у нас тоже наблюдалось действительно? У нас тоже большой скачок заявителей, практически в два раза больше, чем в прошлом году, мы уже за первый квартал этого года заменили водительское удостоверение. А фиксировали там, я просто читал в СМИ, там буквально еще несколько лет остается до конца действия, то есть до истечения десятилетнего срока, а люди все равно идут менять. Да, да, есть такие случаи, конечно есть, к сожалению, есть. Так, хорошо, предупредили. Ну, собственно, давайте сейчас расскажем о самой услуге, как получить водительское удостоверение в электронном. Значит, водительское удостоверение можно получить три разных способа. Ну, мы имеем в виду сейчас замену, да? Замену, давайте по замене поговорим, как наиболее востребованная услуга. Значит, многие обращаются через многофункциональные центры. Здесь гражданин должен явиться в МФЦ, сдать те документы, которые необходимы. Это оплатить госпошлину, заявление заполнить и предъявить свое удостоверение, которое у него есть. Заявление, медицинская справка и... Заявление, медицинская справка, госпошлина и водительское удостоверение. На время работы сотрудников МФЦ, которые принимают документы, отправляют документы к нам в МРЭО или в районах, это по местам, по территориальным органам, на это время водительское удостоверение остаётся у граждан на руках, они пользуются. То есть нам только копию снимают, да? Да, да, только копию снимают, то есть если оно ещё не заканчивается, есть какой-то запас времени, здесь проблем никаких нет по замене, мы получаем с МФЦ пакет документов, проводим свои проверки, после этого изготавливаем водительское удостоверение, направляем его обратно в МФЦ, и там гражданин приходит, его получат. Это первый способ. Вот по этому способу примерно сколько времени уходит? Через МФЦ, насколько помню, 15 дней, по-моему. До 15 дней. Он автомобилист, он знает, да. Да, у нас работа организована несколько быстрее, то есть не больше недели проходит. Не больше недели? Не больше недели. До 10 дней, вот мы работаем, наше дело до 10 дней. Я последний раз менял, собственно, я успел сделать это всё за несколько часов. Пришёл, подал, выдали водительское удостоверение. Вы меняли непосредственно в здании МРЭО ГИБДД. Да, да. По регламенту у нас на эту операцию отводится не более часа. Не более часа. Не более часа. А ты несколько часов ждал. Я получал не в областном центре, а в районном центре, да, получил. Сразу скажу, что среднее время получения водительского удостоверения в МРЭО ГИБДД, вот при настоящей организации работы сотрудников, по статистике это менее 40 минут. Менее 40 минут. Менее 40 минут, да. Хорошо, следующий способ. Следующий способ. Это, я надеюсь, что он со временем станет всё более и более распространённым. Сейчас этим способом пользуются порядка 70% заявителей. Это всё-таки подавать заявление на замену водительского, на получение водительского удостоверения через единый портал государственных и муниципальных услуг. То есть подавать заявку в электронном виде. В чём преимущество этого способа? Во-первых, гражданин сам планирует дату, когда ему удобно, время, когда ему удобно. Например, у меня завтра обеденный перерыв с 12 до часу. Я в это время планирую успеть заменить водительское удостоверение. Соответственно, я сегодня захожу на единый портал государственных и муниципальных услуг, размещаю заявку на завтра, допустим, на 12.10. К этому времени я подъезжаю в МРЭО ГИБДД, предъявляю опять те же самые документы, личный паспорт, водительское удостоверение. Заявление уже заполнять не нужно, оно заполнено в электронном виде. И самое большое преимущество, на котором я хотел бы остановиться отдельно, это если заявитель оплачивает госпошлину за оказание госуслуги через, опять же, единый портал государственных и муниципальных услуг, то он получает скидку на услугу 30% по оплате госпошлины. А там сейчас какая госпошлина? Вот, в абсолютных цифрах сейчас скажу, если не пользоваться скидкой водительского удостоверения, госпошлина составляет 2000 рублей, со скидкой 30% 1400 рублей. Замечательная разница. Замечательная разница. Ну или, например, средство регистрации госпошлины 500 рублей. Давайте возьмем регистрация нового авто, тоже в последнее время востребованная услуга. Сумма за регистрацию новой автомашины госпошлины составляет 2850 рублей, если мы пользуемся скидкой, это 1995 рублей. Замечательная разница. То есть это все с номерными знаками, со свидетельствами регистрации, с паспортом, транспортным средствам. Совершенно верно. 70% вы сказали, да, водительские удостоверения сейчас все-таки через госуслуги? Водительские удостоверения через госуслуги подают 70% заявления в электронном виде. По регистрации пока меньше граждан обращаются через единый портал государственных и муниципальных услуг, но эта цифра постоянно растет, она постоянно увеличивается. Ну тут надо пояснить, почему все-таки надо приезжать в МРЭО, не сфотографировав тебя, не выдадут тебе новое водительское удостоверение. Фотографироваться надо обязательно. Да и все равно, как тебе их еще выдать-то? Да, ну да. Выдать-то ведь надо, чтобы руки были. В счете регистрации авто здесь нужно, во-первых, сверить номерные агрегаты, которые тоже дистанционно нельзя никак посмотреть. Ну и, соответственно, выдать номерные знаки, опять же, заявитель лично в руки. По осмотру транспортного средства там только номер кузова, да, ведь уже давно, там номер двигателя уже давно не сверяется? Да, сверяется номер кузова, номер шасси, если есть, ну и двигатель проверяется на соответствии модели двигателя. Итак, выдача, замена водительских удостоверений и выдача свидетельства о регистрации, это самое популярное, да? Да, самое. Что еще? С недавнего времени мы стали оказывать еще одну государственную услугу, это госуслуга по выдаче свидетельства о допуске транспортных средств к перевозке опасных грузов. Раньше свидетельства о допуске автомобилей к перевозке опасных грузов выдавали сотрудники технического надзора ГИБДД. Вот с января месяца эту обязанность возложили на сотрудников регистрационно-экзаменационных подразделений, это по Кировской области. И уже есть желающие много, насколько их? Желающие есть, потому что, как вы прекрасно видите по улицам города, постоянно у нас какие-то опасные грузы перевозятся, это газ, бензин. Но горючее все это относится к опасным грузам, да? Взрывоопасные грузы есть, которые тоже перевозятся. И чтобы обеспечить необходимую степень безопасности дорожного движения, все должно быть регламентировано, транспортные средства должны соответствовать требованиям безопасности. И, соответственно, мы это все проверяем. И так можно такой подыток подвести, да, уважаемые автомобилисты. Здесь, пользуясь, собственно, в электронном виде, да, госуслугами по линии ГИБДД, вы можете сами выбирать, в какое время, собственно, да, на какое время вам удобнее. Это большой плюс. И еще один большой плюс. Очень большой плюс. 30-ти процентная скидка. 30-ти процентная скидка. Ну, вы надеетесь, что все-таки будет расти число желающих именно в электронном виде получать? Конечно, конечно. Я надеюсь, что это будет цифра увеличиваться. Он, кажется, каждый год все-таки растет. Прирост есть, наблюдается. Если по прошлому году взять, давайте возьмем наш отдел, менее 25-ти процентов услуг оказывалось в электронном виде, то сейчас, вот уже по итогам первого квартала у нас по экзаменам, по выдаче, замене водительских удостоверений 71%, как я уже говорил, граждане обратились. По регистрации транспорта 47,5% обратились с помощью единого портала государственных и муниципальных услуг. Рост существенный. Да, спасибо. Юрий Чуркин, начальник межрайонного регистрационного экзаменационного отдела ГИБДД ОМВД России по нашему региону. Небольшая пауза у нас сейчас будет. Ну и, видимо, уже на сладкое мы оставим Владимира Александровича Шандорикова. Да, уже рассмотрим госуслуги в рамках управления миграцией. Продолжаем нашу беседу. Кстати, я у Романа Борисовича забыл уточнить. Вот эти справки, о которых мы говорили в самом начале, об отсутствии или наличии в судимости, и справка о том, было ли возбуждено административное дело по факту употребления, там госпошлина тоже есть? Это бесплатная услуга? Нет. Забыли упомянуть просто. Данный вид услуг предоставляется на безвозмездной основе. То есть пошлины нет, да? Госпошлины нет. Госпошлины нет. А раз нет пошлины, это экономия. Хорошо. Ну, Владимир Шендориков, начальник управления по вопросам миграции МВД России по нашему региону. У вас, Владимир Александрович, мы, насколько понимаем, самый широкий список. Да, у нас, наверное, самый широкий список услуг, которые оказываются в электронном виде. Вообще, как вы знаете, управление оказывает наибольшее количество услуг в системе МВД, почти 17 из них. Пять гражданам Российской Федерации наиболее востребованные услуги. Это паспорт гражданина Российской Федерации, заграничный паспорт гражданина Российской Федерации, регистрационный учет. Предоставление адресно-справочной информации, но и получение приглашений для въезда иностранных граждан, гражданами Российской Федерации. Вот все эти услуги, весь объем этих услуг оказывается в электронном виде. Но я бы хотел, наверное, начать с того, что сейчас именно идет вопрос о получении услуг в электронном виде. И почему это наиболее способ, который наиболее удобен для граждан. В чем преимущество именно этого способа не только для управления подразделениями по вопросам миграции, но и вообще для всех государственных органов, которые оказывают. Ну, на примере нашем, то есть если раньше для получения паспорта гражданина Российской Федерации вам приходилось обращаться дважды, сначала на подачу документов, потом на получение документов, то количество обращений сейчас сокращается. Теперь уже подаете вы документы в электронном виде и результат получаете непосредственно, только получаете результат уже. При этом сокращается и время, которое вы находитесь непосредственно в подразделении, потому что время вы обговариваете заранее, с вами согласуется через портал. А давайте так же, когда заявление подается, можно согласовать время, да? Можно согласовать время. А давайте конкретно. Но здесь есть один нюанс. Нюанс связан все-таки с регламентными сроками. Если, допустим, регистрируют сейчас наиболее, наверное, проблема, которая интересна радиослушателям. Почему? Вы подали через портал, вас зарегистрировали, вам назначают в течение трех дней. В случае, если в течение трех дней у вас нет такой возможности, вы все-таки желательно, чтобы сообщили инспектору, он вынужден будет закрыть ваше заявление. И для повторного обращения вы его должны снова открыть на портале. Но при этом, согласовав заранее с инспектором, через срок, значит, портал имеет возможность общения в электронном виде. В электронном виде написали, когда вы желали бы получить уже. И инспектор вам уже в электронном виде разъяснит порядок подачи повторной и для получения услуги. То есть здесь есть некоторые ограничения. И некоторые граждане боятся, что им отказали в услуге. В услуге им не отказали. Просто по регламенту портал предусматривает закрытие заявления, новое открытие и получение услуги. И ничего страшного в этом нет, и не надо пугаться, потому что наибольшее количество обращений граждан идет именно по этому вопросу. То есть сокращается по преимуществу портала сокращение количества обращений – это первое. Второе, наиболее существенное, как уже сказал Юрий Леонидович, там, где есть госуслуга, это 30-процентная скидка. То есть у вас также точно? Точно, также это для всех услуг, где предусмотрена государственная пошлина. Но это наибольшие, конечно, цифры, те, где госпошлины высокие. Допустим, заграничный паспорт – 3,5 тысячи, а вы его получаете на этот же срок за 2,450. То есть значительная. Все-таки экономия действительно значительная. А российский паспорт, напомните, какова сейчас госпошлина? В зависимости от каких условий вы его хотите получить. Ну, например, человеку исполняется 45. Если 300 рублей, если вы получаете, значит, заменение. Да, заменение по возрасту. А если потерял человек? Полторы тысячи. Ага, то есть разница есть. Полторы тысячи. А если человек, там, просрочил замену на несколько лет? Вот сейчас, значит, в регламентом новый, который принят в 2017 году, введены новые ограничения. То есть, к сожалению, ни в электронном виде нельзя получить паспорт при обращении по 14-летию. По исполнению 14-летию впервые. Это первое. Второе – при утрате паспорта нельзя получить паспорт в электронном виде. В этом случае вам все равно придется непосредственно обращаться в подразделения по вопросам миграции МВД России по Кировской области. Ну, в каждом районе города они у нас... У нас в городской одно, но в каждом районе области есть. Наиболее, значит, это преимущество, значит, 30-процентная скидка. Но и в конце концов, вот эти электронные сервисы, к сожалению, я думаю, будут развиваться дальше. К сожалению? Нет. К счастью. К счастью, будут развиваться дальше. Я имею в виду, что некоторые услуги, я считаю, что тоже можно было бы и в том числе по нашему ведомству получать, не только непосредственно обращаясь, а в электронном виде. Допустим, временная регистрация. Это же удостоверение. Также, я полагаю, что через какое-то время можно будет получать уже... Цифровой подписью, да? Я обращаюсь повторно к нам. Сейчас очень хорошо отработана эта технология на приглашениях. То есть, когда вы обращаетесь в приглашение иностранному гражданину, подавая в электронном виде, приглашение мы отправляем вам в электронном виде и в консульство, где иностранец будет обращаться за получением визы для въезда в Российскую Федерацию. Оно тоже уходит в электронный виде. То есть, оно как бы на бумаге тоже не нужно получать? На бумаге уже ничего не нужно получать. Останавливаясь на преимуществах, следующий вопрос, который возникает, это регистрация на самом портале. Вот часто люди, когда им необходимость возникает, они сразу же идут. Но тут возникают сложности. Возможно, что портал имеет какие-то технические работы регламентные иногда проводит. Возможно, что ваша автоматика не электронная, то есть информационные ресурсы, где-то допущена ошибка, и не всегда вас можно сразу же идентифицировать. Поэтому очень рекомендую всем гражданам сейчас прямо зарегистрироваться на портале, чтобы потом не испытывать никаких трудностей. Если у вас возникли какие-то трудности, то наиболее часто это бывает то, что иногда номер паспорта и номер вашего снился в едином информационном пространстве не слиты. Вы просто подаете заявление при регистрации, вам эти ошибки все в информационных ресурсах, которые были допущены в отношении вас, исправляются. И в дальнейшем, даже если вы потеряли пароль, даже если вы что-то забыли, один раз зарегистрировавшись, когда вас идентифицировали, вы уже можете восстановить все свои логины и пароли впоследствии через телефон, через СНИЛС, либо другим способом. При первичной регистрации вам все равно придется общаться с сотрудником, который идентифицирует вашу личность по вашему паспорту. Вот в этом случае, где можно провести эту идентификацию? Это многофункциональные центры. Это подразделения по вопросам миграции во всех районах области. У нас тоже есть удостоверяющие центры. Это другие органы. Наиболее часто это органы соцзащиты, у них тоже есть удостоверяющие центры. Это некоторые подразделения ГИБДД, там тоже есть удостоверяющие центры. То есть раз придя, проведя эту идентификацию, даже если вы хотите получить там пенсию или что-то, все равно можно прийти в любой удостоверяющий центр, где пройдет ваша идентификация. И впоследствии вы уже можете пользоваться порталом в полной мере, призывая особенно, обращаясь к нам. Тогда у вас возникнет больше возможностей. У вас цифры какие-то перед вами? Ну что, конечно, я могу привести, что сейчас уже наиболее продвинутые пользователи и вообще граждане России более активно стали использовать, если мы начинали с 3%, когда перешли в органы внутренних дел. То сейчас у нас уже общее количество обращений доходит до 79%. От числа тех, кто может обратиться непосредственно в электронном виде. А если от общего количества, это примерно 25%. То есть если 41 тысяча услуг была оказана, то из них в электронном виде почти 10 тысяч. Но я уже говорил, что не всегда человек имеет возможность обратиться, потому что это 4 получения паспорта впервые, утрата паспорта, допустим. А это по паспорту, и другие что-то услуги есть? Наиболее востребованы, наиболее активно идут. Сейчас работа, конечно, по загранпаспорта. Но по загранпаспортам, во-первых, произошел общий рост. То есть если в прошлом году мы выросли, в 2017-м выросли по сравнению с 2016-м в два раза, то уже в начале этого года, в 2018-м, мы выросли по сравнению с 2017-м в два раза. Да? Ну с аналогичным периодом прошлого года, да? Да. И поэтому здесь наиболее напряженность, но я думаю, что это более активные поездки, прежде всего, граждан Российской Федерации за рубеж. То есть наиболее активные – это восточное направление, Китай, Вьетнам, Таиланд, Европа. Вот это наиболее сейчас, наверное, рост идет именно тут обращений, когда пишут «цель поездки». Вот. И в этом случае, то есть, но наши штаты не расширяются, мы не можем. И для нас портал, и для граждан более удобен, потому что мы определяем, хотя бы регулируем именно поток граждан, обращающихся за услугой, когда они могут своевременно, без лишних нервов, ее получить в то время, когда они этого желают. Ну и, конечно же, второе – это личный прием все равно остался, он никуда не делся, но основной прием перешел на многофункциональные центры, когда бабушка, либо лицо, которое в силу каких-то возможностей не имеет возможности, к сожалению, не везде покрытие интернета есть, да, допустим, не имеет возможности, то оно непосредственно уже обращается в многофункциональный центр. Сроки, конечно, немножко… наиболее сокращенные сроки мы стараемся делать именно по порталу госуслуг. То есть, если через госуслуги обращаться… Потому что портал позволяет потом ввести данные в наши системы и запросы направлять тоже в электронном вине, не набивать их повторно. А так вот в цифрах сказать, это вот сколько будет, если я обращаюсь к вам, например, через портал госуслуг, либо я обращаюсь к вам в ФЦР? Разница большая? Нет, разница везде в сроки регламентные. Но через портал вы получите чуть-чуть быстрее. Чуть-чуть быстрее, да. Чуть-чуть быстрее, да. Но по загранпаспортам, к сожалению, из-за такого огромного вот сейчас потока вы получите точно в регламентные сроки, которые установлены. Но, значит, по цифрам ещё второе направление, по которым активность сейчас идёт, это регистрационный учёт. Если по загранпаспортам мы оказали почти 4 тысячи услуг в электронном виде, то по регистрационному учёту 2,5 тысячи за три месяца. За три месяца этого года, за первый квартал. За первый квартал. Практически за 2,5 тысячи услуг. Ну, вот об этом бы хотелось как бы на электронный вид. То есть, во-первых, призывать всех, обращаться именно через портал. Это наиболее удобно. Когда вы осваиваете этот программный продукт, вы понимаете все его преимущества. Сложно рассказывать человеку, который не попробовал, не нажал кнопки. Вот один раз, призывая всех просто один раз подойти к компьютеру, попробовать, и тогда у вас уверен, что всё получится. Роман Борисович, несколько слов, несколько секунд. Что, собственно, вам-то даёт внедрение этих услуг? Как-то меньше работы становится, больше внимания другим более важным вещам приходится уделять? Самое главное достоинство услуг в электронном виде – это значительное сокращение регламентных сроков предоставления услуги. Как я говорил, практически в два раза. А если через портал, мы стараемся в первую очередь обрабатывать в приоритетном порядке, для того, чтобы стимулировать граждан получать услуги через портал. Спасибо большое. Завершается наш первый час. Спасибо нашим гостям – Владимир Шендориков, Роман Шипецов и Юрий Чуркин. Всего доброго. Спасибо. Спасибо. Спасибо.